Индонезия Величественные пейзажи Этот мир родился из огня Нигде на свете нет такого количества активных вулканов Это один из самых геологически изменчивых регионов планеты Вулканическая мощь не только угрожает жизни на островах, но и обогащает ее Неизведанные острова Индонезии Страна вулканов Индонезия Цепь из 17 тысяч островов в самом сердце Тихоокеанского огненного кольца Почти все самые разрушительные землетрясения мира происходили именно в этом регионе На островах же находятся три четверти активных вулканов планеты Извержение вулкана Крокотау в 1883 году потрясло мир Почти 200 лет он был спящим вулканом, пока внезапно не ожил Лава уничтожала все на своем пути Пепел и осколки породы поднялись в воздух на 30 километров Никогда планета не слышала такого громкого шума Современная геологическая история Индонезии не менее бурная Четыре тектонические плиты непрерывно движутся по дном океана, что приводит ко взрыву Почти на всех островах Индонезии, кроме одного, есть активные вулканы Всего их более 130 Они угрожают обитателям Казалось бы, что для жизни эта земля непригодна Однако животные здесь не просто существуют А благополучно размножаются Для Индонезии характерно рекордное количество видов млекопитающих Около 700 10% всех известных видов растений мира И 17% всех видов птиц Как все эти создания счастливо живут в стране вулканов? Остров Ява находится в центре страны Треть всех активных вулканов Индонезии расположена именно здесь Особенно известен этот вулканический комплекс Кальдера Тенгер Огромный кратер диаметром в 16 километров Образовался почти миллион лет назад Эта пустыня покрыта не песком А золой и пеплом Массив Тенгер включает в себя 4 активных вулкана Брому каждый день извергает осколки пород и ядовитые газы Растения задыхаются И в таких условиях почти никому не удается выжить Однако для Индонезии такой ландшафт – обычное дело Одно существо выбрало эти пустынные мертвые земли для высиживания яиц Большеноги знамениты тем, что почти не заботятся о детях Они доверяют высиживанию яиц природе Эти родственники тетеревов и фазанов обитают в Австралии и Азии И откладывают яйца на теплых песчаных пляжах и в лесном компосте Этот вид, обитающий в Индонезии, остановил выбор на настоящей печке Активный вулкан обеспечивает колыбелькам бесплатное отопление Благодаря крупным лапам большеноги могут выкапывать в земле ямки до полуметра глубиной Этой самке тяжело в одиночку рыть себе ямку Тем более, что другие самки уже приступили к делу Поэтому она решила пойти на воровство Тихо подкрадываясь к жертве Она выбирает нужный момент Подходит еще ближе И после короткой стычки Присваивает ямку себе Самка откладывает одно яйцо и засыпает его теплым пеплом Птенец вылупится через три месяца Он будет постепенно расти в своем инкубаторе, питаясь остатками желтка Детеныш вылупится уже с перьями и сразу научится летать Когда живешь в суровых условиях, без хитрости не обойтись Вдали от жары и вулканов находится настоящий рай для жизни Из воды регулярно поднимаются новые участки суши И вулканических островов становится все больше Это один из секретов богатой фауны Индонезии Самые отдаленные острова изолированы от мира и напоминают потерянный рай Бесконечная полоса пляжей привлекает путешественников, которые мигрируют на далекие расстояния Они прибывают с наступлением ночи Инстинкт самки кожистой черепахи привел ее на пляж, на котором она родилась Черепаха преодолела тысячи километров, чтобы отложить здесь яйца Она приплыла не одна В эту ночь на берег выползли несколько сотен будущих матерей Кожистые черепахи доживают до 45 лет Это одни из крупнейших морских черепах планеты Они достигают двух метров в длину и весят до 900 килограммов Самка выкапывает плавниками ямку для яиц Одним движением она смахивает около ведра песка За ночь самка откладывает около сотни яиц в теплый вулканический песок Затем черепаха засыпает ямку песком и возвращается в море Самка не вернется к детенышу Но она выбрала для них безлюдный пляж, где им будет проще выжить Однако некоторые обитатели острова считают черепашьи яйца деликатесом Неизведанные острова Индонезии В щедрых водах, омывающих вулканические острова Индонезии, обитают уникальные существа Местные коралловые рифы отличаются удивительным разнообразием морских обитателей Это чудище чувствует себя под водой, как дома Но сегодня полосатый варан хочет перекусить на суше Выйдя на берег, он преображается Ворон опирается на крупные, мускулистые лапы А длинные острые когти — его оружие Он ищет добычу по запаху с помощью раздвоенного, как у змеи, языка Сегодня на пляже много лакомств Доисторический хищник с легкостью догнал бы свою добычу Но порой в этом нет необходимости Он заметил цель Варану повезло Кожистая черепаха спешила и ненадежно спрятала яйца Песок насыпан небрежно И варан легко находит ямку с яйцами Самка уплыла далеко в море, и малышей некому защитить Яйца богаты белком, и в этой ямке их достаточно, чтобы утолить голод Это печальный урок для кожистой черепахи Даже на пустынных пляжах жестокие хищники могут найти себе пищу Противоположность этого тропического рая — остров Суматра Самый западный и самый дикий из индонезийских островов Вдали от густых лесов такие пейзажи не редкость Вулкан Синабунг, спавший 400 лет, проснулся Эта земля усеяна сотнями фумаролов Трещин, по которым поднимаются газы из магна Ядовитые сернистые газы, нагретые до рекордных температур С оглушительным шумом выходят из отверстий Сера смешивается с кислородом, твердеет и окрашивает породу Казалось бы, жизнь здесь невозможна Но в нескольких метрах отсюда простираются богатые леса Благодаря плодородной вулканической почве эта земля стала раем для всего живого Нигде в мире не встретишь столько приматов, сколько в Индонезии На одной только суматре обитает более десяти разных видов Например, лангуры или тонкотелы В переводе с хинди лангур означает длинный хвост И это название не случайно Но самые примечательные на вид приматы Лангуры Томаса, живущие на севере Суматры Типичная семья – это один самец и не более шести самок с детенышами Тонкотелы или лиственные обезьяны питаются не только листьями Половину их рациона составляют плоды, семена и насекомые На гивеях они находят огромные семена, богатые питательными веществами Однако деревья порой стоят далеко друг от друга Приходится перепрыгивать с дерева на дерево Лангуры Томаса рождены для прыжков Они легкие, с длинными хвостами и стройными конечностями Малышам прыжки даются с трудом, но рано или поздно детеныши научатся Этому молодому самцу уже три месяца И он готов самостоятельно гулять по кронам деревьев Ему следует быть осторожным По земле ползает опасный охотник Сетчатый питон – самая длинная змея планеты Обычно эта самка охотится по ночам, но благодаря окрасу остается незамеченной и днем Она бесшумно разыскивает добычу Самка питона способна заглотить крупного оленя Но змея не может проползти мимо аппетитной обезьянки, которая еще не освоилась на деревьях Питон с легкостью взбирается на дерево и чувствует себя там очень уютно К счастью, змею заметила одна из старших самок Она сообщает семье об опасности и способность к прыжкам помогает лангурам скрыться На этот раз малышу повезло Неизведанные острова Индонезии Вулканы подарили лесам Индонезии плодородную почву Второй секрет процветания – вода Для Индонезии характерны муссоны Наводнения здесь не редкость И леса хорошо растут на богатой питательными веществами влажной почве Сохранять лес – обязанность его жильцов Они распространяют семена деревьев Издалека кажется, что кроны покрыты черными листьями Но необычных существ выдает шумная болтовня Это одна из самых больших колоний крыланов в Индонезии Их называют летучими лисицами Это крупнейшие из летучих мышей Они весят более килограмма Размах крыльев крыланов достигает двух метров Это рост высокого человека Крыланы, в отличие от других летучих мышей Передвигаются скорее с помощью больших глаз, а не ультразвука Они летают по открытой местности и не нуждаются в ночном зрении Но практически все ночные охотники отсыпаются днем Однако спокойно отдохнуть им не удается Короткому сну мешают территориальные споры Чистка и уход за крыльями Раскрывая крылья, крыланы не только разминаются, но и охлаждаются Темный цвет быстро поглощает тепло И при температурах более 30 градусов по Цельсию Крыланы могут перегреться Крылья покрыты сетью сосудов Хлопая ими, крылан охлаждает организм Четыре вытянутых пальца соединяет нежная мембрана Отдельно стоит лишь короткий большой палец На нем растет острый коготь, который помогает крыланам карабкаться Большую часть времени они проводят, вися головой вниз Но порой приходится переворачиваться Экскременты крылана или гуану Прекрасное удобрение Оно богато фосфором и азотом Это удобрение – один из секретов процветания густого леса Крыланы не только удобряют почву Ночью они активно питаются фруктами, а с экскрементами выходят целые семена Пока в лесу живут крыланы, джунгли будут полны жизни Первые несколько недель детеныш держится за мамин живот Постепенно расправляя крылья В три месяца он начнет летать самостоятельно На закате крыланы оживились Голод зовет их в небо Из-за страшных историй у летучих мышей дурная репутация Но эти крыланы играют важную роль в благополучии богатейших джунглей планеты Борнео – жемчужина Индонезии Его площадь – 750 тысяч квадратных километров Это третий по величине остров мира Единственный крупный остров Индонезии без активных вулканов Восходит солнце, и на Борнео просыпаются лесные жители Все, кроме легендарного великана – Беруанга В индонезийских легендах медведи обожествляли из-за золотых пятен на груди Медведи прекрасно лазают по деревьям Эта самка провела в кроне всю ночь Она забралась высоко Но с помощью цепких когтей И подушечек без шерсти Она с легкостью спускается Покинув место ночлега, самка отправляется в джунгли, где проведет день в поисках пищи В ее рацион входит более сотни видов насекомых Упавшее дерево быстро разлагается во влажных джунглях И в нем поселяются разные насекомые Она разламывает дерево мощными когтями и клыками Самыми крепкими по сравнению с другими видами медведей Питательные термиты Служат самке наградой Сама того не подозревая, медведица помогает лесу Самка лакомится термитами, тем самым контролируя их количество И помогает сохранять деревья Медведица устала лазать по деревьям и ломать бревна Пора бы и вздремнуть В стране вулканов густые леса усеяны горячими источниками Самая завораживающая из них – Тингираджа на Суматре Горячая вода вырывается из трещин в земле На поверхности она все еще кипит Когда вода остывает, растворенные породы образуют купола Вроде этого Высокая температура и ядовитые сернистые газы Отталкивают большинство животных Но здесь прижились особые микробы, которые и окрасили породу в зеленый цвет Другой горячий источник в нескольких метрах от этого напоминает зеленый сад Известковые залежи образовали террасы, словно припорошенные с ними Крошечные застывшие капли подсказывают нам, как сформировалась эта уникальная структура Больше всего удивляет то, что эти платформы движутся Подземный источник часто перемещается Вода течет в ином направлении и переносит минералы в новые области Всего год назад эти деревья росли в лесу, а теперь стоят в воде Уникальные геологические структуры Индонезии, появившиеся благодаря вулканам, заставляют животных адаптироваться Сиаманг – крупнейший представитель семейства гиббоновых У сиамангов на Бурнео громкие голоса и навыки воздушных акробатов Но даже они не сравнятся с сиамангами Суматры Огромный горловой мешок усиливает голос и крики разносятся по всему лесу Это не единственная особенность суматранских сиамангов Они обитают не в густом лесу, где могут прыгать с дерева на дерево А на голых камнях, где почти нет растительности Огромные гранитные утесы сформировались благодаря движениям земной коры и образовали тайную долину Каньон Харау Жизнь среди бесконечных водопадов высотой в 300 метров сложна, но разнообразна Богатой вулканической почве и водопадом долина обязана своим плодородием Даже человек добрался до этой долины Рис — основа рациона индонезийцев А этот каньон прекрасно подходит для рисовых чеков В результате вмешательства человека и геологических трансформаций Сиаманги променяли деревья на скалы и научились по ним карабкаться У них нет права на ошибку Падать с такой высоты опасно В другой части леса, в гранитных утесах, скрываются огромные известняковые пещеры, высеченные водой Это жилище также требует уникальных навыков от своих обитателей Единственные птицы, способные к охолокации — пещерные саланганы Как и у летучих мышей, их звуковые сигналы отражаются от встречных объектов, и птицы не врезаются в них Они обрели эту способность, выбрав необычное место для гнездования Саланганы не собирают материал для гнезда, а используют собственные выделения Птицы садятся на высокие уступы и выкладывают длинные полосы из слюны Богатая белком слюна легко прилипает к стенам пещеры и быстро засыхает на воздухе На строительство гнезда уходит больше месяца В стране вулканов можно выжить только адаптировавшись к ее условиям Одно доисторическое травоядное буквально цепляется за жизнь Ближайший родственник шерстистого мамонта — суматранский носорог Они прячутся в густой чаще, и их редко можно встретить в лесу На земле осталось менее сотни особей Внешний вид суматранских носорогов говорит о том, что они много веков обитают на острове Это самый мелкий вид носорога Одна самка может пройти до 15 километров за ночь В поисках любимой пищи — сочных растений Насытившись, она исчезает в волшебном лесу Неизведанные острова Индонезии На острове Борнео нет активных вулканов Но обитателям леса угрожает иная опасность Молчаливый убийца Грязевой вулкан обладает невероятной разрушительной силой На планете всего тысячи таких вулканов И этот — один из крупнейших Диаметр его кратера более 120 метров И он непрерывно расширяется Древняя дождевая вода вырывается из земли, смешиваясь с камнями и глиной Из-за давления грязевые пузыри вырываются на поверхность сквозь щели Он ежедневно извергает свежую грязь, оголяя огромные пространства девственных лесов Растения не выживут в почве с соленой водой Здесь и так влажный грунт, и ситуацию ухудшают обильные осадки В некоторых районах выпадает до 4 метров осадков в год Дожди вливаются в поток грязи, и он разносится по дальним уголкам леса Однако жизнь в стране вулканов не всегда подчинена логике Есть те, кто радуются обилию грязи Грязь всегда привлекала свиней Бородатые свиньи находят в лесу множество растений, насекомых и грибов Но им не хватает соли А пропитанная грязью вода богата минералами Сезон дождей в разгаре И в лесу более чем достаточно пищи Свиньи подбирают лучшее время для размножения И в сезон дождей у них много детенышей По шесть поросят на взрослую самку У одиноких матерей много забот А самцы лишь наблюдают за их работой У бородатых свиней длинные худые ноги Здесь без таких не обойтись Поросяты весят немного и с легкостью бегают по грязи А взрослым особям мешает большой живот Остальные члены семьи возвращаются в лес искать пропитание Индонезия Индонезия – страна крайностей Опустевшие безжизненные земли находятся совсем рядом с пышными лесами Животные Индонезии адаптировались к тяжелым условиям и благополучно обитают на островах Теплый воздух Богатая минералами вода Уникальное разнообразие пейзажей Все это есть в стране вулканов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok